Вероятность перевыборов Верховной Рады и когда? По срокам? Вероятность есть, гарантии нет. И если уже говорить даже календарь... Насколько высока вероятность? Нет, ну я бы не привеличивал высокую вероятность этих перевыборов, так, но она и не низкая. Я не хочу сейчас вот там гадать процентами, но я знаю просто, что многие политики, так, руководители партии и так далее, где-то интуитивно готовятся... Чтобы разворачивать потихонечку, да? На вторую половину, на осень 2017 года. И тут вот прозвучало то, что... А приглашают уже вас, например, как эксперты? Потихоньку поговорите, а не проведёте ли вы нам компания. А это не такое, я постоянно в контакте. Есть какие-то там встречи, советы, сверхчасов называются, кофе попить, чай попить. Так вот, так что есть такое. Так и Народный фронт готовится, это и другие. А им-то куда готовится? У них рейтинг даже ниже статистической подлесности. А это поэтому надо готовиться сейчас. Это же ещё надо объяснить народу свой вот этот рекордный антипрыжок. Сани весной. Взять больше всех на парламентских выборах, да, и превратить это всё в парламент. Пыль 0,5%. Да, сани весной, сани весной. Ну, что касается вот по поводу того, что люди выйдут. Знаете, это, с одной стороны, хорошо, люди имеют право на протест. Но я вот помню хорошо, запомнил, что сказала Кандализа Райс, когда она выступала здесь в Киеве. Говорит, за 25 лет у вас было три революции. Может, это многовато для вас? Может, вы управлять не умеете? Может, действительно, мы управлять не умеем? Может, мы вот, и люди выходят из-за этого, потому что они не чувствуют, что власть работает на них. Потому что можно говорить о победах, можно говорить в этом году очень много. Начиная от бюджета, нового правительства и так далее. Но только спросите у простого человека, он чувствует эти победы или нет? На своём кошельке, в своих карманах или нет? Вот они не чувствуют вот эти победы. Понимаете, вот это самое, что плохое. Они социально не защищены, люди до сих пор. Они не знают, что завтра будет. Понимаете, пенсионер, простой работник и так далее. Потому что, конечно же, про тарифы, сколько мы говорили, говорили, и так оно осталось. Платёжки какие у людей. Посмотрите, сколько милиционеров бывших выходит, протестуют, потому что пенсии маленькие и так далее. Бросили людей на произвол судьбы. Ну, получается, ситуация выглядит, как вы её обрисовываете, немного тупиковой. То есть, и не пойдёшь на протест, лучше не станет. Пойдёшь протестовать, тоже не факт, что ситуация улучшится. Значит, хорошо управляйте, тогда не надо будет досрочные выборы и перевыборы. Если вы будете, хорошо управляйте.